Я хочу представить две коллекции весны, которые выходят в каталогах в ближайшее время. Итак, первая коллекция в гламурном стиле, называется она Анималиста 2.0. Это как бы перезапуск нашей, помните, успешной коллекции начала 16-го года? Нет, осени 16-го года, когда она была феноменальной успеха, мы решили повторить. В чем суть? Суть в использовании орнаментов диких животных. В этот раз мы используем шкуры рептилий, но, естественно, не живых. Мы же зеленая компания, заботимся об экологии. Из эко-кожи мы предлагаем прекрасный жакет в стиле рокобили, в котором шкура питона вытеснена. Это не просто принт, это теснение в эффектных цветах, актуальных цветах следующего сезона. К этому рокобильному жакету в шкуре питона мы предлагаем в ансамбль, например, брюки из хлопковискозного по составу материала, декоративно оформленному цепями. Силуэт палаца самый актуальный, подходит для девушек любого силуэта. Если вы хотите вместо брюк одеть юбку, то у нас есть эффектная юбка, также оформленная цепями. И особенность этой ткани заключается в том, что она сделана из волокон двух цветов. К ним в комплект вы можете использовать наши хиты продаж. Это блузки прямого силуэта из кореного трикотажа, которые декоративно оформлены фойловым орнаментом. Такой же прием мы использовали в блузках, где воспроизвели тот же орнамент питона, но в эффектном исполнении под поэтки. Нет, это не поэтка, они не цепляют, это удобно. Это тот же самый технологичный фойл, но блестит, как настоящие поэтки на гламурном аутлуке. Если вы хотите выглядеть по-деловому, но при этом очень эффектно и привлекательно, мы предлагаем вам платье из вискозы, оформленное этими же эффектными цветами, цепями металлического цвета. И плюс, конечно же, это двубортный с глубоким V-образным вырезом. Его можно носить на голое тело, а можно одеть с футболкой или с водолазкой. Тему шкур животных повторяют платье летящего силуэта из шифона, прозрачная ткань, но благодаря подкладке вы можете быть уверены носить ее в повседневном виходе с жакетом и с курткой. Этот же орнамент мы используем в водолазке. Актуальная палитра основана на синих оттенках индига. Ну а тех, кто предпочитает элегантную классику, то мы предлагаем шифоновую блузку с длинным рукавом, где шкура и орнамент питона использованы в нейтральной бежевой гамме. У нас к этому ансамблю есть сумка, которую, может быть, вы сегодня еще увидите. Ну и, конечно же, как можно обойтись в гламурной коллекции без мастхева? Это обязательный в гардеробе каждой девушки. Это кружево. Обращаю ваше внимание, что у нас кружевные топы и юбки оформлены фистоном снизу. Это самая дорогая техника оформления вещей, потому что не подшиты. Это дорогой крой, но, тем не менее, цена прекрасна. ТОП 1499, а для консультантов Эберлик на 20% дешевле. В ансамбле с такой же круженой юбкой вы можете сделать, как будто это платье. Вы можете заправить внутрь юбки или с ремнем. Обращаю ваше внимание, что в гламуре обязательно в гардеробе маленькое черное платье. У нас обязательно такое есть. Вот, кстати, на экранах вы видите это платье из вискозы, трикотаж, особой вязки. Это наша гордость, потому что цена этой вещи, несопоставимость с аналогами, которые вы можете увидеть в магазинах, в три раза дешевле, поэтому это наши хиты продаж. Лаконичная, эффектная, привлекательная. Ну, конечно же, хитом коллекции его обложка является костюм из настоящего буклет вида. Это очень роскошная ткань, выглядит достойно. И вот мы только что в коридоре встречались с одной нашей коллегой, которая говорила, Боже мой, я такой купил за 25 тысяч, моя дорогая. У нас это стоит в пять раз дешевле. И она уже себе один отложила. К этому жакету мы прилагаем, ну, естественно, в гламуре мини-юбку. Декоративно оформленную бахромой. Следующая коллекция совершенно в другом настроении. Это для девушек, которые хотят выглядеть очень самостоятельно, независимо и лаконично. И поэтому одна из самых популярных коллекций в этом сезоне будет «Минимализм». Что такое минимализм? Простота, элегантность и лаконичность. Но все-таки нужно же какой-то яркий образ. И поэтому мы подумали, что наиболее органичным будет образ той самой романтичной, удивительной девушки из картин Боттичелли. И мы взяли и использовали в простой линеарной технике ее портрет на этой толстовке, которая будет мастхевом. Кстати, хочу обратить внимание, может быть, вы узнаете, что она похожа на кого-то, кто уже сегодня выступал у нас в эфире. Подсказка – это моя муза, и она сегодня выступала в идеальном костюме, за которым уже очередь небесно-голубого цвета, который спереди завязывается эффектным узлом. И к нему мы предлагаем широкие брюки палацца. Там, где есть нежно-лазурный цвет, есть и его аналог в этой же тональности – нежный розовый цвет. Шелковистое платье с авангардной асимметричной деталью, длинный рукав. Это наша вариация классической рубашки, которая превращается в платье. Продолжаем тему современного образа. Это еще одна толстовка из эластичного материала. Вы помните, у нас когда-то была коллекция с Ахмадуллиной, у нас улетали толстовки из ткани скуба, они держат форму. Это ультрасовременно, и с кроссовками выглядит хорошо. Вот, кстати, я даже к себе приложу что-то в этом духе, только не черные брюки. В минимализме обязательно используется какой-то абстрактный орнамент. Мы используем многоцветный эффектный орнамент, который создает настроение весной, потому что в нем использованы те самые оттенки розового и голубого с контрастными зелеными. Для девушек, которые хотят легкий образ непринужденный, естественно, есть топы из шелковистой ткани, атласные юбки летящего силуэта, ну и, конечно, те самые брюки палацца, в которых вы сегодня уже видели романтическую ботичелевскую музу во время начала нашей трансляции. Орнамент, абстракция мы еще используем водолазки, которые можно надеть с вещами без рукавов. И к ней вы увидите в каталоге потрясающий комплект с вещью, которая обязательно есть в гардеробе каждой современной девушки. Это плессированная юбка летящего силуэта. У нас она в нескольких цветах, потому что это, можно сказать, смартовый, умный, обязательный элемент в гардеробе. Есть длинное платье для променада по набережной, которое можно подхватить поясом тоже в этом орнаменте. Если немножко с моря дует легкий бриз, то, конечно же, нужен эффектный, базовый в гардеробе каждой женщине тренч. В нем рука фреглан, сидит, подчеркивает силуэт, приталивается с помощью пояса. Обязательная вещь. Этой модели уже 120 лет, и она по-прежнему актуальна. Ну и, конечно же, в голубом цвете мы решили сделать повседневное платье, в которое можно прийти летом в офис с кроссовками. Его особенность в том, что это ткань с эластаном, но она креповая, держит форму, создает очень эффектное тактильное ощущение. И в нем есть карманы. Вы можете ходить, как молодая девчонка-студентка, и удорожить взгляды молодых людей. Еще одна вещь, которая прозвучала на форуме, одна из моих любимых коллег, Ирена Валентиновна, была в вещи, которую все хотят. Все с удивлением спрашивают, можно ли ее заказать. Конечно, еще пока можно, хотя это, мне кажется, будет хит-сезон. Хотя, честно говоря, мы переживали, что это будет очень смелая вещь. Этому модному направлению несколько веков. 15 век, эстетика ми-парти, возрождение, до сих пор называется это color blocking, модным словом. И это актуально уже, представляете, сколько лет. Мода циклична, идеи возвращаются. Ну и, конечно же, в этом цвете, где соединяется розовый с серым, мы предлагаем модные брюки с кулиской, которые создают ощущение кулька. Модный силуэт, зауженный книзу, с небольшим манжетом под high heels, высокие каблуки, либо под кроссовки. Ну и, конечно же, к этим брюкам прекрасно подойдет вещь, которая открывает, кстати, новую эру в моде сейчас. Рядом со стритвиром, модной стритовой эстетикой, возникает техновир, технологические разработки, основанные на ультрамодных современных материалах. Не могу назвать эти марки проте-порте, которые стоят безумные деньги. Но вот именно эти материалы ультра технологичные мы использовали, например, в этой вещи. Розовый маленький жакетик, который, я вот честно говорю, ткань, наверное, мужской коллекции тоже в следующий раз использую, нежнейшего розового цвета, цветка сакуры. Это была коллекция «Минимализм» и коллекция «Анималиста 2.0». Я к вам еще вернусь.